Мемориал Знамени Победы был торжественно открыт рядом с поселком Идрица в Псковской области в день 77-й годовщины водружения над поверженным Рейхстагом символа победы советского народа над нацистской Германией. Кадры фото и кинохроники не смогли запечатлеть тот исторический момент, когда разведчики Егоров и Контария установили штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии на крыше Рейхстага. Все известные исторические кадры – это более поздняя реконструкция того неповторимого события или кадры установки над Рейхстагом знамен других подразделений Красной Армии. Но победа была общей, а значит и Знамя Победы стало общим для всех. Еще совсем недавно о месте рождения Знамени Победы мало кто знал. Летом 1944 года после тяжелых боев 150-я стрелковая дивизия 1-го Белорусского фронта освободила оккупированный гитлеровцами поселок Идрица, который служил важным транспортным узлом и получила наименование Идрицкая дивизия. Именно ее штурмовое знамя и взвилось в ночь на 1 мая 1945 года в небе над Берлином, а сама дивизия стала именоваться Идрицко-Берлинской. Три года назад по инициативе жителей поселка Идрица была установлена региональная памятная дата – 30 апреля – День Знамени Победы. Тогда же родилась и идея создания мемориала, который бы увековечил вклад Идрицы в общую копилку Победы. За реализацию идеи взялись администрация Псковской области и Российское военно-историческое общество, а сам проект в ходе его реализации стал поистине народным. Мемориал Знамя Победы представляет собой расположенное по кругу пилоны, объединенное в Знамя Победы. Он установлен у федеральной трассы М-9 Балтия, недалеко от границы России с Латвией и Белоруссией. Автор композиции – российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович. Торжественная церемония началась молебном и окроплением мемориала Святой Водой. Открыли мемориал с воинскими почестями, почетным караулом, оружейным салютом, военным оркестром, а на флагштоке была поднята копия того самого Знамени Победы 150-й Идритской дивизии.